Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто. В студии Анна Корольчук. Здравствуйте. За минувшие сутки на территории Гомельской области произошло два дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали один взрослый и два ребенка. В Речицком районе 33-летний водитель выехал со двора частного дома, а затем покинул авто. Мужчина не принял меры, чтобы исключить самопроизвольное движение транспорта. Машина Opel Corsa, которая стояла на склоне, покатилась и наехала на 4-летнего ребенка. Он госпитализирован. Второе ДТП зафиксировано в Гомеле. 19-летний водитель двигался на автомобиле службы каршеринга Volkswagen Polo по улице Объездной. При осуществлении поворота налево молодой человек не справился с управлением. Выехал на тротуар и наехал на двух подростков. После чего продолжил движение и врезался в декоративное ограждение осветительную опору. Оба пострадавших были госпитализированы в больницу. Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения. Если вы стали очевидцем, либо достоверно у вас информация есть о том, что управляет автомобилем нетрезвый водитель, пожалуйста, сообщите по номеру телефона 102 в ближайшее подразделение милиции, либо в дежурную часть госавтоинспекции 504444. Своим звонком вы спасете не одну жизнь. Сегодня сотрудники ГАИ установили датчики скорости на трех дорогах. На автодороге М10 граница России Гомель-Кобрин, а также на подъезде к Гомелю со стороны трасс М8 и М10. Под контролем соблюдение скоростного режима водителями легковых и грузовых авто. Цель мероприятий – пресечь нарушение правил дорожного движения. Неосторожное обращение с огнем при курении стало причиной гибели на пожаре в Добружском районе. В агрогородке Носовичи горел кирпичный жилой дом. Тело хозяина спасатели обнаружили в горящей комнате. Огонь повредил пол и стены. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Добружский районный отдел Следственного комитета проводит проверку. Два жителя Лельчиц прятали марихуану под землей. Молодые люди 19 и 22 лет нарвали дикорастущие конопли, высушили и измельчили. Немного оставили для личного потребления, остальное разложили по стеклянным банкам. Емкости плотно закрыли и закопали в лесу. Общий вес изъятого почти 150 граммов. Возбуждено уголовное дело. Гомельская пограничная группа информирует на стрельбище Борщевка. Войсковой части 1242 будут проводиться учения. Стрельбы запланированы на период с 26 по 30 октября. Время с 10 до 20 часов. Объект расположен вблизи населенных пунктов Якимовка, Чижовка и Борщевка. Во избежание несчастных случаев не приближайтесь к стрельбищу и не заходите за рубеж, обозначенный указателями на местности. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Анна Кральчук. Благодарю за внимание. До свидания. Продолжение следует...